Ну что, события последних недель только укрепили тенденции, которые уже давненько вырисовались в современном кинематографе. Но если ранее у кинобоссов все еще оставался какой-никакой выбор, то теперь его по сути больше нет. Так что информация, которая полгода назад поступила в качестве слухов, в которые тогда не сильно кто верил, информация, что студия Warner Bros. намерена в будущих фильмах сделать нового Супермена, того, который придет на смену Генри Кавиллу темнокожим. Сейчас эта инфа подтверждается. И лично у меня больше нет никаких сомнений в том, что так все и будет. И на данное время единственный вопрос заключается только в том, кого из темнокожих актеров выберут для данной роли. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, как я уже сказал, около полугода назад появились первые слухи о том, что дабы придать своей вселенной больше инклюзивности и разнообразия, студия Warner Bros. и DC, по примеру Marvel, подыскивают темнокожего актера на роль Супермена. Но прошло время и в связи с начавшимися протестами и движением Black Lives Matter, судя по всему, все закрутилось с гораздо большей скоростью, и этого уже не остановить. Так на днях появилось подтверждение того, что новый Супермен будет темнокожим. И не нужно обольщаться инфой, мол, а Генри Кавилл же вроде опять вернется для этой роли. Потому что даже если так все и будет, роль Генри не выйдет за пределы небольшого камео. А ему в спину уже будет дышать новый темнокожий герой. Кто именно, пока неизвестно точно, но на данный момент обсуждаются две наиболее правдоподобные кандидатуры. Первая из них это актер Майкл Б. Джордан, снимавшийся в Фантастической четверке и Черной пантере от Marvel. Арт с тем, как Майкл должен выглядеть в роли Супермена, кстати, уже давненько гуляет по сети. Ну а сейчас, с появлением в рядах Warner Bros. и DC автора Звездных войн Джей Джей Абрамса, ситуация может измениться. Нет, Абрамс тоже руками и ногами за то, чтобы будущий криптонец был темнокожим. В конце концов, знаменитый режиссер лично задонатил ни много ни мало аж 10 миллионов долларов для Black Lives Matter. Другое дело, что просто автор Звездных войн продвигает своего протеже на роль Супермена. Британца Джона Боегу, исполнителя роли так многими нелюбимого Фина, который также в последнее время отметился очень активной социальной позицией в свете протестов и всего подобного. Видимо, именно среди этих двух кандидатов и будут выбирать Ворнеры. А впрочем, как знать, может в их тусовку попадет и еще кто. В любом случае, Супермен Генри Кавилла – это отныне почти что официально вымирающий вид, с которым можно попрощаться. К слову, примечательный факт, что оказывается, еще 10 лет назад Уиллу Смиту предлагали сыграть роль Супермена, но, как признался актер, тогда он отказался, побаиваясь общественного недовольства. Но время прошло и через 10 лет общественное мнение, видимо, достаточно подутюжили, чтобы принять подобные перемены. Что ж, посмотрим, как будет развиваться история дальше. Вы пишите свои мысли на этот счет и ставьте пальцы вверх, кому было интересно смотреть. А также не забывайте нажимать на колокольчик и, конечно, подписываться на наш канал. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.